Суровая красота, запечатленная в бронзе и граните, как символ непоколебимости людей, ценивших родину выше жизни. Высота арки, возведенной на аллее трудовой славы, на пересечении проспектов Кирова и юных пионеров. К 70-летию победы 15 метров, ширина 14. Чтобы воплотить в жизнь проект заслуженного художника России Ивана Мельникова, сил и средств не жалели. На создание мемориального сооружения потрачено без малого 30 миллионов рублей, а в скором времени преобразятся и близлежащие кварталы. До конца года это наш святой долг, здесь и городское руководство, и все руководители предприятий, и я как губернатор, сделаем все, чтобы каждый дом, который здесь построен, выглядел достойно. Чтобы люди здесь ходили по этой аллее и радовались жизни, радовались тому, что мы сегодня живем под мирным небом над головой. Торжественную церемонию открытия мемориального сооружения вел народный артист России Борис Невзоров. Песни победы исполнил государственный волжский русский народный хор имени Милославского. В мероприятии приняли участие руководители всех ветвей власти региона. Мы отдаем дань высочайшего уважения прежде всего нашим ветеранам. Ветеранам, которые одержали эту великую победу. Мы сегодня возрождаем очень хорошую традицию. Впервые за 30 лет мы открываем очень хороший, нужный и значимый символ для укрепления нравственности и патриотизма нашего народа. Не случайное место появления этой арки – это самое сердце родной Беземянки, Кировский район, который был создан в 1340 году. Чуть дальше – промышленный район. Это место, которое в 1341 году приняло людей из многих-многих городов. Мемориальное сооружение появилось на аллее трудовой славы по инициативе ветеранов, озвученной в 2013 году. Наш город имел на площади славы монумент славы, вечный огонь. Но не было у нас памятника ветеранам труда. И вот накануне 70-летия Победы открываем эту величественную арку. Строительство арки началось в сентябре 2014 года. За год произведения искусства размером с пятиэтажный дом обрело зримые черты. Есть уверенность, что монумент станет одним из символов города, жители которого внесли неоценимый вклад в дело Победы. Спасибо, народ.